Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Узельная, Владимир Сметанин. Работаем для вас. Будем здесь, на волне 101.0 FM до 13 часов. И вначале у меня небольшая, очень важная информация. Озвучу я ее. Больше недели по социальным сетям распространяется пост с призывом о помощи. Родственники погибшего Александра Норкина ищут свидетелей аварии. ДТП произошло вечером 20 сентября на трассе между Герцовским мостом и Пагинкой, когда мужчина шел из сада на остановку. 32-летний водитель автомобиля «Мазда» насмерть сбил 50-летнего Александра Норкина, когда тот переходил дорогу по пешеходному переходу. Погибший проработал более 30 лет на шинном заводе. У него на иждивении остался сын, жена. В настоящее время родственники погибшего ищут очевидцев этого события, так как считают, что виновник может уйти от ответственности. Если вы стали свидетелем этого происшествия, можете позвонить по номеру 77-20-10 или же номер нашей редакции 708-502. Да, добрый день. Ну и я на самом деле видел накануне эту информацию, проникся и всей душой желаю, чтобы нашлись очевидцы и, собственно, прокомментировали это событие. Добрый день. 708-502. Озвучиваем еще раз наш номер телефона. 8-909-720-101-0. Номер для СМС. Ну, уже проанонсировали мы нашу вторую тему в начале прошлого часа. Собираемся мы поговорить на тему на театральной площади. Возможно, будут запрещены всевозможные политические мероприятия, в том числе митинги. И на эту тему мы сегодня будем беседовать с Денисом Шадриным. Он находится у нас в студии. Правозащитник, координатор движения «Голос» в Кирове. Денис, добрый день. Здравствуйте. Да, кроме того, на телефонной связи с нами будут заместитель председателя Кировской городской думы Валерий Владыкин и Дмитрий Русских, депутат законодательного собрания Кировской области. Ну, собственно, обосновать нужно, с чего мы вдруг взяли эту тему. Дело все в том, что накануне на заседании Кировской городской думы прозвучали слова главы нашего города. Это именно он выступил с инициативой сделать главную площадь областного центра территории вне политики. Вот буквально цитата. «Так получается, что все политические мероприятия, заявленные на театральной площади, все время приходятся на какие-нибудь праздники. Нам надо Новый год проводить, а тут митинговать хотят. Чтобы не обижать другие партии, одним разрешили, а другим нет, мы предлагаем другие достойные места для политических выступлений». В качестве этих достойных мест Владимир Васильевич привел следующее. Сквер борцов революции, площадка перед филармонией, площадь Конева. Вот эти три места. На театральной площади проводится множество разных массовых мероприятий, заявил глава города. Городских, региональных и общероссийских праздников, ярмарок, детских и спортивных праздников. А потому все мероприятия, связанные с политикой, неплохо было бы перенести в другие места. Вот такая у нас тема, и, собственно, опрос у нас приурочен как раз-таки к этой теме. Проголосовать вы можете на сайте hakirova.ru и на нашей странице ВКонтакте. Как вы считаете, нужно ли запретить проведение митингов на театральной площади? Ну и два варианта ответа. Да, либо нет. На настоящий момент у нас лидируется отрицательный вариант ответа. Нет. Денис? Да. Да. Это ответ? Нет. Да, запретить или нет, не запретить? Ну, я тоже считаю, что нельзя запрещать проведение публичных управлений на театральной площади, так как это, собственно говоря, центральное место города, здесь находятся органы власти региональные. И если есть, допустим, у какой-либо политической партии, у гражданских активистов претензии к правительству области, к законодательному собранию, они могут это высказать непосредственно, присутствуя рядом с этими, так скажем, региональными органами власти. Давайте сейчас мы немножко прервемся и выслушаем официальную позицию по этому поводу. У нас сейчас на связи Валерий Николаевич Владыкин, заместитель председателя Кировской городской думы. Валерий Николаевич, добрый день. Добрый день. Ну, собственно, мы уже процитировали, да, слова Владимира Васильевича. Собственно, мы хотим знать, как возникла вообще эта идея о запрете политических мероприятий на театральной площади. Ну, я бы не сказал, что это идея о запрете политических мероприятий. Данное обращение и законодательная инициатива, которую озвучил Владимир Васильевич, она вызвана обращениями жителей, которые проживают на театральной площади, и руководством учебных заведений, которые там находятся. Жители говорят о том, что им создаются неудобства, а учебные заведения говорят о том, что мешают эти митинги проведению учебного процесса. И наша позиция как раз именно как предложение, предложение обсудить эту тему и оставить театральную площадь только для проведения городских, областных и государственных праздников. Ну, к примеру, 1 мая, 9 мая, 12 июня, 4 ноября, 7 ноября. Это именно как предложение, рационально это или нерационально. Потому что вот если брать мировой опыт, например, в Лондоне есть гайд-парк, да, где люди уже традиционно собираются, все ораторы, все митингующие выражают свою точку зрения. Почему бы нам не обсудить вот такую позицию и выбрать в городе для проведения всех публичных мероприятий такое место, которое бы устроил для всех. Но еще раз повторяю, это предложение для обсуждения. Ну, по поводу мешает учебному процессу, это всем известный твит ректора политеха Валентина Пугача. Но там не политическое мероприятие проходило, а там ярмарка была и концерт. Вот, собственно, на концерт он пожаловался. Я еще раз повторяю, что есть такие обращения, есть такое мнение. А депутаты, как представители населения, которых избрало, раз такое есть, мы выносим этот вопрос на обсуждение. И причем ведь вы понимаете, что данная норма устанавливается у нас законом Кировской области 215, который регулирует как раз федеральный закон 54-й о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. И там конкретно определены все места, где запрещено проводить публичные мероприятия. Вот, это тема для обсуждения. То есть речь идет не только о политических мероприятиях. Конечно. Какие площадки могут рассматриваться в качестве альтернативных? А вот это сейчас мы ждем. Почему мы им говорим, что не надо понимать это как конкретное сразу же указание, что это все будет. Мы задали вопрос и просим это сейчас обсудить с широкой общественностью. Каким образом общественность может... Каким образом это общественность? Куда обращаться, да. Да, значит, раз у нас здесь прозвучало, что решение будут принимать депутаты, мы сейчас попросили всех депутатов, раз они работают в округах, там провести встречи. Кроме всего, у нас есть интернет-прием на Кировской городской думе, где можно выразить любое мнение любого горожанина. А лично горожане могут куда-то прийти? А лично прийти? Да, естественно, можно прийти на прием к депутату, у нас все графики расписаны. Если есть желание встретиться здесь, на территории думы, предварительно согласовав, это тоже мы можем организовать. Ну, это то есть каждый человек в отдельности, если он решил, чтобы его голос был услышан, нужно пойти, какой-то, может быть, опрос провести? Ну, так вот, я еще раз говорю, что вот сейчас, раз у нас это был сначала, у нас же есть порядок принятия выступления законодательной инициативой, и мы сначала будем обсуждать документы на комиссии. А до этого депутаты должны вот именно собрать мнение людей. А если люди не через депутата, а через интернет-приемному будут подавать предложение, это имеет точно такое же право голоса. Олег Николаевич, скажите, а вот с вашей точки зрения, все-таки какое такое место может быть? С моей точки зрения, ну, здесь можно обсуждать у нас вот сквер-борцов революции, например. Это у стадиона «Динамо», памятник Халатурина где был, да? Да, да. Это как предложение. Ну, знаете, за этой площадкой там тоже есть жилые дома, и, наверное, жителям там тоже будет не совсем комфортно. Ну, так я это предложение, еще раз повторяю, могут люди другие площадки предложить. То есть, исходя из этой позиции, что подобные мероприятия мешают как раз жителям домов, то это должна быть какая-то абсолютная площадка где-то далеко-далеко, где никого нет? Ну, мне бы хотелось еще раз подчеркнуть, что это наша законодательная инициатива, а ведь решение, принимать это или не принимать, будет законодательное собрание. По срокам когда планируете собрать мнение и обратиться? Мы хотим принять решение об этой законодательной инициативе на Октябрьской думе. Если у нас будет уже основание и мнение большого количества людей. Большого это сколько? Ну, хотя бы, чтобы у каждого депутата, я там цифры не могу называть, но если даже не только личное мнение одного человека, общественные организации, политические партии, то есть нам надо учесть, срез весь социальный полностью, чтобы ничего мнения не было оставлено в стороне. А скажите, пожалуйста, если все-таки случится так, что большинство выскажется за запрещение вот этих мероприятий на Театральной площади, то есть тогда придется подумать еще и об ответственности какой-то за нарушение? Естественно. А какое оно может быть? Нет, ответственность у нас определена федеральным законом 54-м, о собраниях, миггингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Ну, это все понятно. Спасибо. Спасибо вам большое, Валерий Николаевич, Владыкин, заместитель председателя Кировской городской думы. Ну что, Денис, вот такая позиция. Денис сейчас подкачал головой насчет ответственности. С вашей точки зрения, так вот инициатива целесообразна, нецелесообразна, куда переносить и как собрать вот это вот большое количество мнений людей? Ну, давайте по порядку. Значит, во-первых, если запрещаются все публичные мероприятия, то даже одиночных пикетов на театральной площади быть не может. Это тоже публичное мероприятие, это пикеты, в том числе одиночные. Что касается, допустим, там гайд-парков в Лондоне и так далее, то, ну, не надо, наверное, западного опыта к нам перенимать у нас свои традиции, в принципе. У нас уже сложилось, что, в принципе, публичные мероприятия проводятся там, где, ну, людям привычнее. Что касается, допустим, ответственности, то ответственность предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях. Статья 20.2 много регламентирует чего и ответственность вплоть до высоких штрафов. Значит, да, действительно, Городская Дума может обратиться в законательное собрание с инициативой о том, чтобы законательное собрание приняло региональный закон или поправки к региональному закону о местах, где публичные мероприятия запрещены. Законательное собрание действительно может этот вопрос поднять, рассмотреть и подтвердить. Но эта процедура, она, в принципе, понятна. Мы пытаемся разобраться, насколько это логично. Ну, смотрите, исходя из опыта других регионов, в Сыктывкаре действует такой же момент, что на главной площади города запрещено проведение публичных мероприятий. Всех? Да, кроме культурно-массовых. Культурно-массовые мероприятия проводятся без проблем. Культурно-массовые это что такое? Концерты, ярмарки. То есть ярмарки сюда же? Значит, мероприятия, организуемые органами власти, муниципальными органами власти. Там аргумент какой? Почему такое разделение происходит? Чтобы, значит, именно, опять же, обращение граждан, что мешает жить, проходить, доступ к жилищу и так далее. Но ведь получается, что ярмаркам мешает. Слушатели, те, кто живут на театральной площади, вот здесь вот эти ближайшие дома... В районе театральной площади. В районе театральной площади 708-502. Наберите нас, с вашей точки зрения, нужно переносить, чтобы проводили подобные мероприятия, политические, неполитические, в каком-то другом месте. Мешают они вам или нет? 708-502. Я, кстати, неоднократно от своих знакомых слышал претензии по поводу ярмарок на театральной площади. Ну что такое? Я тоже слышала, у меня вот знакомые живут. Превратили главную площадку, да. Здесь еще один момент, что как раз в других регионах под культурно-массовыми мероприятиями, иногда организуют, скажем так, полуполитические мероприятия, организуемые органами власти там. Соответственно, ну какой запрет? С первого взгляда оно вроде безобидное, но некий политический подтекст все-таки имеет. Конечно, и это организовано как культурно-массовое мероприятие, а не публичное. У нас есть звонок. Алло. Алло, здравствуйте. Добрый день, как вас зовут? Меня зовут Иван. Да, Иван, по поводу запрета, вот мероприятия на театральной, что вы думаете? Ну, я думаю, что это совершенно нелепая затея, и мне кажется, что этого делать ни в коем случае не нужно. Скажите, вы живете рядом с театральной площадью или нет? К сожалению, нет. К сожалению. Я живу в районе дружбы. Но театральную площадь я рассматриваю как оптимальное место для сбора. И, в принципе, это достаточно удобно с разных концов города приезжать жителям. Ну, все-таки центры города и транспортные. Именно культурно-массовое мероприятие или с политическим оттенком тоже? И культурно-массовое, с политическим оттенком. Потому что все должны иметь право на свое воле и заявление, и заявления своих политических взглядов, к которым они не были. И театральная площадь – это самое оптимальное место. Иван, а вы сами посещаете мероприятия, проводимые на театральной площади? И праздники какие-то, и, возможно, митинги? Да, бываю. Ну, такая позиция. Иван, спасибо вам большое. Слушатели, может быть, вы не согласны с Иваном, и вы считаете, что нужно переносить все эти массовые мероприятия в какое-то другое место? Или, может быть, культурно-массовое оставить на театральной какие-то вот такие вот митинги и же с ними в какое-то другое место? И опять же, в какой? 708-502. Наш номер телефона – 8-909-720-101-0. Это номер для ваших смс-сообщений. Вначале обязательно подписывайтесь. Есть, кстати, несколько смс. Вот одна из них Гарик пишет. И это сразу после избрания белых. Капец. Ну, вот я тоже рассуждал на эту тему. Это сейчас это в кавычках было. Да, я рассуждал, собственно, тоже на эту тему. А может быть, действительно, это как-то связано с состоявшимися выборами. Потому что на театральной площади ведь проходили в том числе мероприятия в поддержку уже избранного губернатора. Ну, чего там только не проходило. Слушатели тоже пишут, это хороший признак. Значит, власть боится своих граждан. Тоже цитирую. Слушатели, еще один у нас на линии. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, представьтесь. Меня зовут Яна. О, слушаем. Вот мы живем рядом с театральной площадью. Очень хорошо. И праздники, такие как ярмарка, политические какие-то демонстрации, они не мешают жить рядом. Не мешают? Нет, не мешают. Больше мешают массовое 9 мая, потому что нет туалетов и лежащие дома страдают именно только от этого. А сходить в туалет дома? Нет, когда проводится салют с 9 до 12 часов гуляния, людям в туалет сходить некуда. Они идут в близлежащие дома. Ага, то есть... Вот единственная проблема, которая... То есть шум вас не мешает, но... Нет. Не мешает, но какие-то вот такие моменты. Бытовые какие-то, да, моменты. Да, да, да. Ян, спасибо, спасибо большое. 708-502. Вот еще смс-ка есть от Маши. Гениальный вариант. Вересники и так далее тоже подойдут. В качестве площадок проведения. Ну а что, может быть, в Порошино куда-нибудь, в поле? Никому не помешает. И, знаете, вот то, что Яна говорит, там тоже вопрос решится проще намного. Да, большевики начинали с того, что проводили маевки в лесах. Ну, кстати, коммунисты, театральная площадь для них является излюбленным местом, да? Да, да. И регулярным мероприятием. По-моему, из всех политических движений и течений, они наиболее часто выходят на театральную площадь. Ну, иногда еще площадка перед администрацией города иногда используется. Вот еще слушатели у нас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Алексей. Да, Алексей. Да. У меня вот такое мнение. Вообще площади, они же исторические были созданы для того, чтобы люди собирались и решали какие-то вопросы, правильно? Абсолютно с вами согласен, Алексей. Площадь должна принадлежать народу, и народ, собственно, воин. Я считаю, что площадь, это чуть ли не единственное место сейчас, где человек может свое мнение выразить. И не один человек, а большинство людей там, ну, группа людей. Ну, вот скажите, пожалуйста, вот площадь у филармонии, там народ не может свое мнение выразить? Конечно, может, и у филармонии может. То есть вы за то, чтобы народ сам выбирал, где свое мнение ему выражать? Да, это же центральная площадь у нас получается, у театралки. Значит, вопросы такие, которые касаются всех, лишь должны решаться там. А если район филармонии, там кого-то вопросы заботят, то пусть сам собираются. А вы такой наблюдатель или вы активный участник этих мероприятий? Нет, я не активный участник, но я просто свое мнение хочу выразить. И считаю, что раз мы в демократической стране живем, то и надо выражать демократические вот эти свободы свои свободно. Ну, это понятно. А вот на ваш взгляд, какими мотивами руководствуется городская власть, озвучивая вот такое предложение? Трудно сказать, какие мотивы. Возможно, политическая ситуация, там их пугает, может быть... Алексей, спасибо вам большое за звонок. Спасибо. Еще одно сообщение. То есть, из-за нескольких недовольных лишить всех остальных горожан. А ярмарки не мешают никому. Еще одна смс. После Киевского Майдана площади для собрания в России не место. Площади для собрания в России не место, видимо, так полагают власти. Давайте еще слушателей выведем в эфир. Алло, здравствуйте. Алло. Да, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Екатерина. Да, Екатерина. Вы в районе театралки живете? Я живу прямо на театральной площади, Карла Марса, 63. Это вот за политехом дом. И? Хочу сказать, мне совершенно не мешают мероприятия, которые там проводятся. У меня двое маленьких детей, и мы с удовольствием ходим на концерты, на выступления. Ну, кроме там детских развлечений еще есть на театральной площади. Это вот с этим проблема. Потому что только что мы ходим из подъезда, они ведут эти машинки, лошадки. Ох, как я вас понимаю. Не бегом туда, бегом туда, можно за зарплату. Да, может быть, лучше вот эти развлечения убрать, да, вы сэкономите. Да, 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 убрать обязательно, потому что есть Александрский парк, куда люди ходят с детьми, перенаправлено отдохнуть, потратить деньги. Да, Екатерина, то есть шум вам не мешает? Не мешает. Ну, у нас живут пенсионеры, очень много в доме пенсионеров, вот у них не мешает немного. А вот нам, молодым, совершенно не мешает. Может быть, у вас просто окна стоят такие, что... Ну, да, у нас пластиковые окна. Ну, пластиковые, да. И эти маленькие, вот даже сейчас спокойно. Спасибо. Спасибо вам большое. Екатерина была у нас на линии 708-502. Наш номер телефона. Собираем, мы слушатели, ваше мнение. Переносите, не переносите. Мероприятия с театральной площади, будь они культурно-массовые или же какие-то с политическим оттенком, если переносить, то куда, ваше мнение? Денис, куда можно перенести? Или нет, если уж так согласиться с этим предложением? Если согласиться, площадка, перевод администрации города, филармония, также, да, действительно, этих героев революции, площадь. Это площадь у памятника Конева. Все. Но театральная, согласитесь, удобнее, да? При всем принятом. Да, да. Все-таки общественный транспорт именно сюда подъезжает и так далее. Да, и еще один момент очень важный. То есть, если все-таки кто-то подаст уведомление о публичном управлении, ему откажут, но он все равно выйдет. По российскому законодательству он будет привлечен к административной ответственности со всеми вытекающими большими штрафами и так далее. Но если человек обратится в Европейский суд по правам человека, то гражданину будет, скажем так, выписана компенсация за нарушение его прав. Потому что Европейский суд по правам человека в своих решениях исходит из чего, что если человек вышел и начал реализовывать свое право на свободу собраний, никакие запреты, собственно говоря, его не должны ограничивать. Наоборот, как только человек начал организовать публичное мероприятие либо участвовать в нем, органы власти должны содействовать в реализации его права. То есть сотрудники полиции должны его охранять, представители администрации города, если он присутствует на публичном мероприятии, должен содействовать в пройдении публичного мероприятия. До тех пор, пока это публичное мероприятие не переросло, допустим, в драку либо в массовые беспорядки. Обеспечивать порядок и сохранность жизни граждан. А я бы что-то не припомню, когда у нас такое политическое мероприятие на театральной площади последний раз проходило. Вот прям такое, чтобы там о каком-то недовольстве было заявлено. Наверное, связанное с коммунистами что-то. Да, скорее всего, да. Нет, ну последнее тоже не припомню. Но ведь проходили, и шумно действительно проходили. Нет, я на самом деле вот в данном случае хочу только слушателей узнать их мнение. 708-502, потому что рассуждать мы здесь можем сколько угодно, переносить, не переносить. У нас же на линии был Валерий Владыкин, он сказал, что будут учитывать мнения жителей нашего города и постараются собрать как можно больше этих мнений. Денис, вот как в данном случае можно собрать мнение людей? То есть это голосование, это еще что-то? Или вот то, что озвучил Валерий Николаевич, этого, в принципе, и достаточно будет? Есть такая служба, ну как в интернете госуслуги. В принципе, через портал госуслуги можно, в принципе, какой-либо опрос наладить, чтобы, ну не знаю, чтобы собирать мнения граждан, которые уже авторизованы там с паспортными данными. То есть все о них известно. Они так поступают, либо какие-то анонимные сообщения там от организаций непонятных и так далее. То есть так будет более-менее понятно. Но проблема в том, что на сайте госуслуг зарегистрировано не так много жителей нашей области. Я помню, Андрей Усенко приводил эту численность, секретарь общественной палаты, порядка 30 тысяч человек. Ну вот, это будет дополнительным поводом зарегистрироваться в госуслугах. Ну мы сейчас уходим до рекламы. Напоминаю, наш номер 708-502. Слушатели, звоните к нам. Номер для смс-сообщения 8-909-720-101-0. И также заходите к нам на сайт. Там у нас опрос. То же самое мы вас спрашиваем. Нужно ли запретить проведение митингов на Театральной площади. Сейчас реклама. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Удельна, Владимир Сметанин. В гостях у нас Денис Шадрин, правозащитник, координатор движения «Голос» в Кирове. Говорим мы сегодня о том, что Владимир Быков предложил запретить проведение политических мероприятий на Театральной площади под предлогом того, что в администрацию поступают соответствующие просьбы от жителей города. И вот как раз жители города мы и просим сегодня к нам звонить 708-502 и высказывать свою точку зрения. Но как мы выяснили у Валерия Владыкина, это заместитель председателя Кировской городской думы, речь идет, видимо, не о всех. Точнее, о всех мероприятиях, и не только политических. Ну тут же он добавил, что это еще пока инициатива, это будут обсуждать, и потом уже, может быть, и примут. Слушайте у нас на линии. Применем звонок, да? Алло? Алло, здравствуйте. Здрасте, Мария Ивановна. Да, да, это я. Да, мы вас знаем. Я вот что хотела вам сказать, что все правильно, не надо ничего менять, как было, все, чтобы так было. Потому что это театральная площадь, это лицо города, понимаете? В каждом городе должна быть такая театральная площадь. И дело в том, что Быков, я не знаю, ему уже давно на покой надо, иначе он там высовывается. Конечно, надо менять его. Дело в том, что как было, все, что так было. А дело в том, что по районам можно, конечно, площади сделать. Но нам, мне вот лично, эта театральная площадь устраивает. Во-первых, на троллейбусе приехать, на автобусе подъехать, все удобно. И театральная площадь, и театральная площадь. Мероприятия, митинги, так это, по-моему, в каждом городе. И не так у нас много митингов. И насколько я помню, вы за то, чтобы еще предложить, точнее запретить ее называть театралкой. Нет, театралка не надо, конечно, надо все говорить по-городскому, грамотно. А не театралки там, мусорка там и прочее. Мамки, как вот сейчас мам говорят. Мы услышали, спасибо. Здесь мамы, а не мамки. Спасибо, спасибо, Мария Ивановна. Спасибо. Ну что, сколько уже людей нам позвонило, и, собственно, не нашли мы еще мнения. За то, что, да, действительно, там нужно что-то запретить. Мы, надо признаться, нашли еще одного спикера, с которым планируем связаться. Мы сегодня уже его упомянули. Валентин Пугач, ректор Ветского государственного университета. Его тоже бы хотелось мнение услышать по этому поводу. Ну, я уже сказал о том, что он как-то твитнул о своем недовольстве. Да, на театральной площади находится. Место срывают учебный процесс. Сейчас наш редактор пытается дозвониться до него. 708-502, собственно, и вы тоже можете нам позвонить. И у нас есть звонок. Да, сейчас выводим в эфир. 8-909-720-101-0. Это номер, кстати, для ваших смс-сообщений. И вот как раз-таки Валентин Николаевич Пугач у нас на связи. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, Валентин Николаевич, ректор Ветского государственного университета. Вот обсуждаем мы такую тему. Поступило предложение от главы города запретить проведение мероприятий массовых политических на театральной площади. И сейчас будут собираться мнения по этому поводу. Мы хотим услышать вашу точку зрения. Ну, вопрос такой, честно говоря, на который сложно ответить однозначно. Проведение массовых публичных политических мероприятий – одна из разновидностей, основных разновидностей общественно-политической жизни общества. Поэтому и очень странно, что такое предложение звучит, чтобы запретить это делать на главной площади города. С одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что можно очень по-разному использовать эти политические свободы, в том числе для нагнетания обстановки, для расшатывания стабильности в обществе и так далее. Поэтому здесь нужно серьезно подумать перед тем, как принять какое-то решение. Алексей Николаевич, речь идет и о мероприятиях с политическим оттенком, но и про культурно-массовые тоже говорится. Помнится, что вы выступали и говорили о том, что как раз подобные мероприятия мешают учебному процессу. Нет, ну, смотрите, я говорил не то, что любые мероприятия на площади мешают учебному процессу. Я говорил о том, что конкретная ярмарка торговая или какое-то там было мероприятие, ярмарка меда, я уже не помню, просто было неправильно организовано. Неудачное время и крайне неудачное использование звукоусиливающей аппаратуры, которая была чрезмерно излишней. То есть это не всегда? Это не всегда, безусловно. Я, наоборот, выступаю за то, чтобы центральная, главная площадь города была всегда центром какой-то общественной жизни нашего города. Там постоянно должны проходить какие-то интересные мероприятия. Люди там должны бывать и получать удовольствие от процессов, которые там происходят. Ну, вот они должны быть правильно организованы. Да, вы сказали, что неудачно было выбрано время. С вашей точки зрения, когда лучше всего тогда проводить? Ну, во-первых, это должны быть выходные дни, когда на площади нет... В главных двух, первом и втором корпусах университета, они ведутся учебный процесс. Учебный процесс ведется в будние дни и в первую половину дня, в субботу, частично, некоторые занятия проходят. Соответственно, вторая половина субботы и в любое время воскресенья без проблем. А также любые будние дни, но только если громко не играет музыка, которая слышна за 10 кварталов от этой площади. Валентин Николаевич, ну, все мы знаем прекрасно, что, в частности, 1 сентября студенты политеха именно на театральной площади, да, собирается торжественная линейка. Да, да. Насколько вам трудно... Получаете разрешение вообще на это? Да, конечно, мы вынуждены соблюдать те процедуры, которые сейчас прописаны в нормативных документах. Поэтому мы заблаговременно предупреждаем городскую администрацию о том, что у нас запланировано какое-то мероприятие. Меня, кстати, удивляет другое, что мы, как основной резидент театральной площади, на которой мы находимся, двумя зданиями из четырех условных сторон этой площади, с нами никогда не советуются почему-то и не спрашивают наше мнение, как мы относимся к проведению какого-то мероприятия, которое планируется проводить на площади, что очень странно. А вы выходили с предложением? Намекали на это чиновникам? Нет, я не намекал. Эта мысль сейчас буквально у меня появилась во время нашего разговора. Я обязательно с главой города Владимиром Васильевичем Быковым на эту тему поговорю, чтобы было бы хорошо. Чтобы это было хотя бы неформально. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Валентин Погач, ректор Вятского госуниверситета, был с нами на связи. И, ну что, мы до сих пор не нашли ни одного мнения за запрет этих проведений. Даже Валентий Николаевич и тот за, несмотря на то, чтобы оставить все эти мероприятия. Да, несмотря на то, что политех и высказывалось, что это мероприятие тогда помешало учебному процессу. Но, как выяснилось, была ярмарка, просто плохо было организовано, не совсем удачно время, а и как шумно было. Вот не оставляет меня тревога по поводу сбора город-администрации мнений. Как это все будет проходить? И какой вариант в итоге победит? Денис, что по этому поводу? Ну, обычно будут ждать обращения граждан. А граждане у нас в политическом смысле не очень активны. То есть, будет мало обращений. Ну, как это часто бывает в последнее время, да? И все придется решать самим депутатам, исходя из своей позиции. Прежде всего, а не позиции населения, которое их избрал. Ну, что касается депутатов, Дмитрий Русский, депутат Законодательного собрания Кирской области, у нас уже на линии. Дмитрий Михайлович, добрый день. Владимир, добрый день. И всем слушателям. Мы в Москве тоже. Да, Светлана Удельная у нас тут, Денис Шадрин. Да, вот мы обсуждаем, собственно, предложение главы города Владимира Быкова о запрете политических мероприятий, всевозможных на театральной площади. У вас какое отношение к этому заявлению? Ну, я, честно говоря, не знаю, в связи с чем заявление. И мне казалось, что в нашем городе никто не злопотребляет именно вот этой процедурой провождения митингов. И, в общем-то, никому они не мешают. Зампредседатель Гурдумы Валерий Владыкин сказал, что обращаются в администрацию, недовольные шумом, толпами на театральной площади и так далее. Вот такое обоснование. Я, честно говоря, как бы рядом живу и часто гуляю. Ну, как бы, мне лично, как бы, как живущему рядом, никакого дискомфорта я ни разу не видел, ни мусора, ни шума, ни грязи. Ну, мне кажется, нашей бы городской власти было бы лучше всего скотчем бы всем рот заклеить и руки бы всем, кто пишет в интернете, перевязать. Вот это было бы, наверное, лучшая ситуация, когда им комфортно, когда все молчат и руками ничего не делают. Значит, то я не думаю, что это такой какой-то пункт правильный в плане того, что сегодня же мы же там четко понимаем, что проходит определенная процедура согласования. Она дает разрешение там на участие, ограничено время, количество. Ну, как бы, и так все очень прописано жестко и твердо. Ну, вообще, не сторонник запретов, особенно, когда люди хотят какую-то высказать свою позицию. Ну, в данном случае, мне интересно, вот, допустим, это будет всех касаться или только будут определенных там партий и оппозиционных партий касаться. Вот, допустим, я не представляю, как, допустим, на какой-то митинг, который также проводит Единая Россия, она пойдет там в парк Степана Халтурина, да. Ну, как бы, очень вообще странно, как бы, как это будет происходить. Ну, это странно, вы там у меня еще, знаете, Дмитрий Михайлович, возникает вопрос, бывает же массовые мероприятия культурные, но с политическим подтекстом. Ну, нам, конечно, да. И тут, как бы, очень сложно будет определить, где эта грань. Все-таки с политическим оттенком, у кого нет. В данном случае, вообще, все запретные меры, я считаю, что, когда касается какого-то там части населения или воли и изъявления граждан, ну, их запрещать, мне кажется, очень глупо. У нас и так в последнее время очень много запретов. Ну, мы тут выяснили несколько минут назад, Денис Шадрин нам подсказал о том, что, например, в столице Коми, в Сыктывкаре, есть, да, такой закон местный, где политические мероприятия на главной площади города запрещены. Разрешены только концерты, развлекаловка всевозможная и так далее. Я думаю, что и в городе Москве та же самая ситуация, там есть зоны, которые определены. Но ведь надо смотреть, как бы, не шаблонно, а все-таки смотреть, насколько у нас это часто, какие у нас есть проблемы там, кто как себя ведет. Ну, вот, в принципе, у нас, я не помню, что были какие-то определенные непонимания и проблемы, связанные с проведением митингов на центральной площади. Ну, как бы, всегда все было, мне кажется, культурно, спокойно, без всяких... Инцидентов. Ну, да, без инцидентов никому они не мешали. Большинство там, особенно гуляющих, молодых людей и молодежи, вообще было там прикольно смотреть, как там определенные люди выражают свои мнения с красными слагами, с горными. Виталий Михайлович, а вот какое-то последнее событие можете вспомнить на театральной площади мероприятия, митинга какой-то массовый? Что у нас последнее было? Которую я видел месяц, по-моему, назад проводила КФРФ, связанную с чем-то... Ну, видимо... С ценами ЖКХ или что-то, ну, как бы, было какое-то там количество людей, может, человек 20-30-50, значит, они спокойно что-то там друг другу рассказывали, ходили люди, смотрели, кто-то улыбался, кто-то... Да вот мы тоже пытались вспомнить, пришли к выводу, что это как-то давненько было, то есть не часто происходит на самом деле. Да, на самом деле это не та проблема, которую надо обсуждать. Это у нас не каждый день, это не Майдан там в Киеве и все прочее, когда там они постоянно сидят в этих палатках, да, и создают там кучу проблем и туристам, и горожанам. У нас это такие редкие случаи, и надо к ним относиться очень спокойно и миролюбиво, мне кажется. Да, спасибо вам за мнение. Я хотел, да, добавить, что, Дмитрий Михайлович, в любом случае депутатам УЗС это придется решать, потому что Гордума, Горадминистрация будет собирать мнение и с инициативой УЗС будет выходить. Если это будет решаться, когда глава города в лице Быкова, член партии «Единая Россия» дает посыл, то понятно, что вся фракция «Единая Россия» однозначно этот посыл поддерживает. Это так бывает. В принципе, тут можно даже не сомневаться в решении этого вопроса. То есть, если упрется, что называется, у нас основная партия, ее члены, то они добьются своего? Ну, к сожалению, в большинстве случаев это им удается, их неупорство приводит иногда, в большинстве случаев, не к хорошим последствиям. Можно против всего упираться, а толку? Надо просто понять, а зачем? Спасибо большое. Спасибо. Дмитрий Русских, депутат ЗАГС Собрания Кировской области. Да, Денис, реплика. Да, еще один момент. Нужно разграничивать публичные мероприятия, политические и культурно-массовые. Потому что если на политическое мероприятие нужно подать уведомление, процедуру согласования, то на культурно-массовое мероприятие требуется именно разрешение от администрации города. Нужно пойти на все условия, которые там будут подписаны, в том числе и у сотрудников полиции, которые будут предложения и так далее. То есть, в первом случае это не надо, да? Да. То есть, и в конце концов пойти на то, чтобы подать уведомление, то есть, ну, там, запрос на разрешение культурно-массового мероприятия за месяц. На публичное мероприятие уведомление подается там за 15 дней. Если там небольшой пикет, то достаточно трех дней. Ну, что касается массовых мероприятий культурных, как раз наши радиостанции подобно организуют. Я отлично знаю, что уже уяснилось, что нужно заранее подавать, и процедура, она такая непростая достаточно. Ну что, давайте подводить итоги нашего опроса. Нужно ли запретить проведение митингов на театральной площади? Что мне смотреть? Страницу ВКонтакте или наш сайт? Ты смотри Страницу ВКонтакте, а я отправляюсь на наш сайт. Итак, ВКонтакте результаты такие. 76% проголосовавших против этой инициативы, 24% за. Но вот за мы, к сожалению, мнений в нашем эфире, реальных голосов не услышали. Что на сайте? Ну что, нужно ли запретить проведение митингов на театральной площади? Нет, 92% и 9%, 8,33% проголосовали за. Ну что, на этом завершается программа «Дневной разворот» в Кирове. Благодарим наших слушателей, нашего гостя. Денис Шадрин, правозащитник, координатор движения «Голос» в Кирове. Спасибо. Спасибо. Светлана Уделина, Владимир Сметанин. Программа «Дневной разворот» в Кирове. Всего вам самого хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова